МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. Внимание, розыск! Полицейские ищут подозреваемых в поджоге автомобиля. Поймать зверя Жанна Белоцкая поручила найти волчицу, которая почти месяц бродит по улицам города. Стоматологи учатся у медиков. Сегодня начались курсы повышения квалификации. Итак, эти кадры, возможно, помогут полицейским раскрыть серьезные преступления. В объектив камер наружного видеонаблюдения попали двое молодых людей, которые, возможно, причастны к поджогу автомобиля РАВ-4 у одного из жилых домов по проспекту Мира. На записи видно, как молодые люди с темным пакетом спокойно идут по улице поздно ночью. А спустя всего пару минут они уже убегают с места преступления, закрыв лица. Добавлю, полицейские все еще ищут свидетелей преступления, гарантируют им анонимность и денежное вознаграждение. Обратиться можно по телефону дежурной части ОМВД. 31, 80, 10 или 02. А сегодня рано утром на улице 40 лет Победы девушка-водитель Киа врезалась в опору линии электропередач. Сама она не пострадала, чего не скажешь об ее автомобиле и бетонной конструкции. Столб под замену, а машина, если и подлежит ремонту, то весьма дорогостоящему. В госавтоинспекции пояснили, причиной аварии стала случайность. У машины во время движения взорвалось колесо. Поймать волка поручила сегодня глава города Жанна Белотская соответствующим службам. Напомню, хищник уже около месяца бродит по улицам города в ночное время. Его уже замечали в лесной посадке детского парка в районе 8-й школы и возле кинотеатра «Русь». Причем свидетели в голос утверждают, что это волчица и что животное ждет потомства. Пока она не проявляет агрессии и не нападает на людей. Чтобы этого избежать и в дальнейшем, Жанна Белотская поручила поймать зверя в максимально короткие сроки. Примите срочные меры по вылавниванию волка, который гуляет по городу в вечернее время. Ситуация достаточно критичная. Я думаю, что нам надо сразу после аппаратного совещания принять меры для того, чтобы действительно выловить. Если он хозяйский, я не думаю, что мы не найдем чей-то волк. И сегодня же Жанна Белотская говорила на аппаратном совещании о неудовлетворительном состоянии остановочных комплексов. По ее словам, контракты по обслуживанию остановок выполняются недостаточно хорошо. Глава города напомнила ответственным структурам о том, что за неисполнение условий контракта предусмотрена ответственность и объявила последнее предупреждение. Остановочные комплексы, которые у нас не меняются и не входят, то есть по количеству у нас нет, надо их тоже привести в порядок. Либо покрасить, либо отремонтировать. Кроме того, по заданию Жанны Белотской в этом году будет разыгран тендер на уборку несанкционированных свалок, которых сегодня в Ноябрьске насчитывается около десятка. В большинстве своем мусорные кучи скапливаются в отдаленных районах города, в частности в поселках. Глава города поручила разобраться с этим вопросом. Более того, в начале следующего месяца Жанна Белотская со своими заместителями планируют организовать субботник в 15-й Мехколонии. В России началась череда лесных пожаров. Максимальная площадь, сообщают интернет-издания, охвачена в Якутии, где горит около 12 тысяч гектаров леса. Однако, по заявлению Ростельхоза, угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкальского края, в трех районах Карелии и одном районе Омской области. Посещать леса запрещено в 27 субъектах России, включая Московскую область. Ростельхоз напоминает, что основной причиной лесных пожаров являются сельскохозяйственные палы травы и неосторожное обращение с огнем. Газпромнефть, ноябрьск, нефтегаз к пожароопасному сезону готов. На предприятии проверили техническое состояние производственных объектов и привели в готовность пожарно-техническое вооружение. Кроме того, нефтяники регулярно проводят пожарно-тактические учения, в ходе которых отрабатывают взаимодействие всех подразделений предприятия. Учитывая опыт прошлых лет, в частности, опыт прошлого 2012 года, когда лесные пожары создали реальную угрозу объектам Газпромнефть, ноябрьск, нефтегаз, в этом году мы заблаговременно подошли к решению вопроса о подготовке к пожароопасному периоду. Проведены проверки состояния объектов, проверки готовности пожарно-технического вооружения, пожарной техники, выполнены работы по устройству противопожарных расстояний от объектов до лесных массивов. С целью защиты объектов от лесных пожаров у нас есть заключены договора с государственным учреждением 9-й отряд Федеральной противопожарной службы и государственным учреждением Управления аварийно-спасательной службы ЕНАО, так называемым ЕМАЛ-СПАС. Сегодня в городской стоматологии началась учеба. Все врачи терапевтического направления, а это более 20 человек, проходят курсы повышения квалификации у профессора Нижегородской государственной медакадемии Светланы Гажвы. Сама профессор, доктор медицинских наук, которая впервые работает в Ноябрьске, говорит, что для нее это праздник профессионального мастерства, где практикующие врачи дискутируют, обмениваются опытом и делятся наработками с высшей школой. Раз в пять лет, согласно образовательному стандарту, каждый специалист должен подтверждать свой профессиональный статус посредством таких вот курсов. Но с врачами ноябрьской городской стоматологии это больше похоже на диспут. О самых передовых технологиях, которые, особо подчеркнула профессор, активно применяются здесь на практике, как, например, методы альтернативного протезирования с помощью имплантантов. Что присуще вашей стоматологии? То, что все существующие технологии, которые у нас работают в России, они есть у вас. И все абсолютно врачи владеют самыми передовыми технологиями. И я думаю, что пациент, который получает услугу в этой стоматологической клинике, он счастливый пациент, потому что он имеет высокий профессиональный уровень. В него и в его качество работы вложены самые инновационные технологии. И это стандарт качества и залог стоматологического здоровья пациентов. Особо профессор отметила, что ноябрьская стоматология – одна из немногих клиник в России, где большое внимание здоровью зубов уделяется с детства. Речь о школьной стоматологии, которую медицина считает основным достижением в плане профилактических мероприятий. К слову, сейчас школьные стоматологи, так же, как и большинство их пациентов, отправятся на каникулы, то есть в отпуска. А те, кто летом будет работать, ведут прием в детской поликлинике и ее филиале. И завершит выпуск блок спортивных новостей. В Газпромнефт, Ноябрьск, Нефтегазе прошли семейные статты. Они были организованы в рамках празднования Международного дня защиты детей. В играх приняло участие 6 семей работников в составе папы, мамы и ребенка. Участники семейных статтов состязались в 9 этапах эстафеты. В результате первое место заняла семья Турахановых из ЦДНГ-9, второе и третье места у спортсменов из аппарата управления. Призерам соревнований вручили кубки, медали, почетные грамоты и денежные премии. Семья, победившая в соревнованиях в этом году, примет участие в общегородских соревнованиях среди семей трудовых коллективов города. А в администрации сегодня чествовали спортсменов Киокусинкай карате и их тренеров. В частности, Жанна Белотская поздравила юного каратиста Аслана Баймуратова, который взял серебро на чемпионате боевых искусств в Санкт-Петербурге. Также глава города отметила благодарственными письмами тренеров юного спортсмена Аттема Силина и Альбину Баймуратову. У меня на этом все. Через несколько секунд прогноз погоды. А я желаю вам всего хорошего. До свидания. Партнер программы Магазин «Потис Антверса». Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 5 июня в Слехарде переменная облачность, без осадков. Ветер северный, температура 10 градусов тепла. В Морвленко-Пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный до 3 метров в секунду. Температура плюс 8 градусов. В Ноябрьске облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Температура 9 градусов выше 0.